Скорее всего. Военный спецназ оттесняет террористов в заброшенный дом. После штурма вооруженная банда капитулирует. Боевиков берут в плен. Конечно, это трудно взять и стрелять за человека. Он же такой же, как и я. Но все-таки я переступаю через это и спасаю мирных людей. Во время автопрогулки на донецкого мэра тоже напали боевики. Действительно, там были замаскированы охранники, которые, так сказать, когда уже, так сказать, боевая схватка закончилась, то они сопроводили на боевую машину увезти. Притом, это были девушки. В военно-спортивном лагере у ребят не только воспитывают чувство патриотизма, но совершенствуют мастерство, будь то владение оружием или прыжки с парашютом. Так выглядит подвесная система подготовки к прыжкам. Мальчишек и девчонок морально готовят к службе в десантных войсках. Такое устройство воспитанники лагеря изучили от и до. 11-летний Евгений уверенно собирает парашют. Рассказывали, как правильно прыгать. У нас была формочка, и мы оттуда прыгали, как с самолета. В этом году организаторы лагеря пошли на эксперимент. Впервые за 10 лет военную форму одели ребята с проблемами слуха. Научилась разбирать и собирать автомат. Очень подружилась со многими ребятами. Мы не считали, что они какие-то там, ну, даже если у них недостаток слуха, это не значит, что они не такие, как мы. Они обычные люди, мы с ними общались, как с обычными. В лагере отдыхает три сотни детей. Самых активных ребят мэр Донецка наградил медалями, почетными грамотами и наручными часами. Дети, которые вы сегодня видели, проходили строем, это, будем говорить, готовые солдаты. Курс молодого бойца для них это не страшное уже будет явление в армии. И они, я думаю, будут резко отличаться от тех своих сверстников, которые придут в армию. Всего за 10 лет в военно-спортивном лагере обучение прошли 2500 школьников. Сергей Зленко, Александр Шмырев, телеканал Донбасс.